По свидетельствам очевидцев, высоковольтная линия прокладывается на склоне горы, у подножия которой располагается целый жилой район на лесной улице. Вырытая с нарушениями технологии траншея, в которой располагаются 8 кабелей, спровоцировала сход глинистого грунта. Коммуникации обустраиваются без необходимых укрепительных работ. Начало рвать прям пластами, вот так лес падал сам. У нас на глазах все трещало, все рушилось, трещины увеличивались, просто армагеддон какой-то. Работы по прокладке кабеля на улице лесной начались около трех месяцев назад, говорит местный житель Владимир Михеев. Энергетики пригнали на место бригаду рабочих, которые стали валить лес, удерживающий оползневый склон. Не выдержав нагрузки, вековые деревья целыми пластами стали уходить вниз. Кабель, который здесь прокладывается, будет обслуживать Олимпиаду, олимпийские объекты, то не дай бог это рванет, порвет. Здесь грунты идут, порвут все кабеля, все порвет. Это государственное преступление, просто-напросто. Самая натуральная диверсия. Диверсия, самая настоящая. На днях под давлением подвижного грунта стали рваться водопроводные трубы. Жители домов услышали звук, похожий на взрыв, и наблюдали взметнувшийся в небо фонтан воды. В результате несколько близлежащих сел остались без водоснабжения. Более того, оползень нарушил проложенные в земле телекоммуникации. За моей спиной мы видим вот это дерево с участком, с кусочком земли. Буквально две недели назад оно находилось в 30 метрах выше. Я на нем в свое время вел съемки. С этого места вел съемки. Здесь дорога сузилась, асфальт обломился. Конструкция бетонных увеличилась. Здесь до сих пор сыпят олимпийские подходы. На наших глазах сегодня, вот мы видим, пытаются что-то подсыпать здесь. Убогие, смешные потуги. Нашей власти, адреская, во главе с господином Жигалка, который наплевал полностью на своих людей, на свой микрорайон, не способствует тому, чтобы этот олимпийский беспредел здесь распространялся. После того, как место происшествия посетила административная комиссия и представители полиции, ситуация нисколько не изменилась. Местные жители утверждают, что каждый день земля проваливается на глубину до полутора метров. Под угрозой обвала оказалась бетонная дорога, возведенная на деньги блиновцев. Оползень продолжает двигаться с такой скоростью, что рабочие не успевают проложить коммуникации в вырытую траншею. Ее вновь заваливает землей. Самой компанией Сетьстрой комментировать ситуацию категорически отказываются. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.